Внимание! Говорят, что сто историй Рассказать всегда он рад Посмешите ребят на сборе Димка мастер, говорят Но не верьте слухам этим Он правдивей всех на свете Он правдивей всех на свете Услышав эту песенку, вы, наверное, подумали Сейчас начнется какая-нибудь фантастическая история Вроде той, которая произошла со мной в прошлый раз Когда я был невидимкой, да? Ничего подобного Ничего подобного Сегодня я рассказывать не собираюсь Да, никаких чудес не будет Просто в этом году Мне почему-то не везло с арифметикой И мой сосед по квартире, Вася Ну, из 10-го Б Вызвался подтянуть меня по этому предмету И вот однажды вечером Вася проверял мою тетрадь с домашним заданием Пароход должен совершить рейс из пункта А в пункт Б Так, расстояние между пунктами Понятно Моя сестренка Надя Сидела в углу и укачивала своего одноухого зайца Спи, мой зайчик Засыпай Баю, баюшки, бай, бай Надя, подожди, не мешай мне Надя, Надя, не мешай А я лежал на диване И читал одну из моих любимых книг Про отважных морских капитанов Лёгкий бриз шевелил Вымпел нашей шкулы Когда мы покидали эту приветливую гавань Капитан выбил трубку о борт И скомандовал Право руля Полный вперёд Спи, мой зайчик Засыпай Баю, баюшки, бай, бай Нездоровится тебе Пароход идёт в пункт Б Надя, перестань петь Не даёшь сосредоточиться Надя, что тебе говорят Не мешай, пожалуйста А если зайка не спит Я должна его укачать Ты же сам знаешь, что он нездоров Тише, пожалуйста Ему нужен полный покой Ты знаешь, о твоём зайце нужно поставить вопрос серьёзно Ну ладно Вчера, насколько я понимаю, у него было крупозное воспаление лёгких Из-за этого Димка сделал 10 ошибок в письменной работе Да И вообще, твоему зайцу нужно гимнастикой заниматься А ты его кутаешь Да-да-да И не мешай, пожалуйста, нам с Васей работать Да, видишь, он работает Лежит и читает Дима, брось книгу Ну, Вася, ну, пожалуйста Так, пароход должен совершить рейс из пункта А в пункт Б Расстояние между пунктами Так, понятно Сколько горючего потребуется для этого рейса, если известно, что на километр пути расходуется нефть Так, 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 понятно, ясно Да Димка, Димка Димка, что ты тут нарешал? Димка, ерунда какая-то, а? С ответом ведь не сходится? Ну, правда? Вася, а может быть, в ответе опечатка? Ты посмотри, Вася, знаешь, такие случаи бывают Нет, в задачнике ответ верный, а вот ты ошибся Ну, намного Около десяти тонн Ну, около, ну, это почти правильно Вот ты всегда задачу решаешь вокруг да около Ну, Вася, ты послушай, Вася Свежий бриз шевелил вымпел нашей шкуны Когда мы покидали эту приветливую гавань Капитан выбил трубку о борт и скомандовал Полный вперед, лево руля Ой, мальчики, знаете, что я решила? Через три дня мой зайчик поступит в школу В твой класс, Дима, хорошо? Сразу в четвертый, да Ничего Вася, я послушала, как Дима решает задачи И мне кажется, что мой зайчик справится Подожди, Надя, не мешай Вот пройдет три дня Три дня свирепствовал шторм Шхуна потеряла управление Помпы не успевали откачивать из трюма в воду Погоди, погоди ты со своей помпой Помпа, помпа И вторую задачу неверно решил Ну? Ну? Сколько выходит, по-твоему, повар должен положить перцу в суп, если известно, что на одну порцию идет... А, помню, помню, помню Да, но ведь у тебя опять с ответом не сходится, опять ошибка Ну, подумаешь, суп с перцем Перец всегда кладут по вкусу И в таких случаях ошибка не беда Эх ты, ошибка не беда Ну, Васечка, ты лучше послушай Когда после охоты мы вернулись с острова на корабль С камбу задоносился аппетитный запах жарящейся лани Густо посыпанный перцем Подожди, ведь в примере с десятичными дробями у тебя тоже ляпсус Ты же забыл поставить запятую Ляпсус? Ой, ляпсус! Дима, правда у тебя есть ляпсус? Дай, пожалуйста, я должна прижечь своему зайке лапку Ну, дай Для этого нужен ляпис Ляпис? А не ляпсус И вообще я выброшу твоего зайца-симулянта в окно Ну, ладно Да, и это ему будет только полезно Надя, не мешай нам заниматься Дима, брось книгу Ну, пожалуйста, Вашенье, пожалуйста Ну? Вот ты мечтаешь стать моряком, да? Да Рассчитай, пожалуйста Сколько тебе надо взять горючего Если ты выходишь на судне из пункта А в пункт Б А расстояние между ними Ну и подумаешь И рассчитаю Ну, приблизительно А знаешь, в нашем деле самое главное что? Свистать всех наверх Аврал праворуля Полный вперёд Вот, послушай Дул лёгкий бриз Дул лёгкий бриз Право руля, лево руля Так и попугай командовать может Ну да Вот тебе и ну да Конечно может Чтобы вовремя скомандовать лево руля Тоже арифметику знать надо Ну, что ты заладил со своей арифметикой? Ты лучше посмотри, Вася Ну, посмотри, какой здесь корабль нарисован Ну что? Ну, стремительный называется Хороший корабль Хороший корабль А ты вот представь себе Что этот корабль Идёт из пункта А в пункт Б Ну, опять А капитаном на нём Ну, этот Ну, какие тебе нравятся Морской волк Да, победитель морей Вот, вот, вот Только этот победитель морей Арифметики не знает Ну, не то, чтобы совсем не знает А так, вокруг да около Ну и что? Не хотел бы я попасть на такой корабль Не хотел Не хотел Не хотел Не хотел А я бы хотел И как только я произнёс эти слова Произошло нечто необычайное Ой, я, кажется, обещал Что в сегодняшнем моём рассказе Не будет ничего фантастического Но что делать? В комнате повеяло Настоящим морским ветром Ударил бронз Сверкнула Волния Ну, в общем, произошло то Что всегда бывает В таких случаях Я зажмурила волоса А когда я их открыл Под нами качало Спалого корабля Удивительно похожего на тот Который мы только что разглядывали На картинке в моей книжке На капитанском мостике Стоял морской волк Победитель морей Левого руля Нет, правого руля Нет, лучше ещё Немножко правее Я смело стою У руля корабля Хотя и задачи решать Не умею Но это Право пустяки Ведь у корабля Кто там, кто тут Меня не даром морить Вокуда около Взову Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Стаю я смело у руля Вот видишь Не умею-то задачи решать И не надо В нашем деле Самое главное что? Смелость! Люблю я кричать Полундра Аврал В солёных ветрах Я толк понимаю Но сколько горючего В бак я набрал Я толком не знаю Я толком не знаю Но это Право пустяки Веду корабля Кто там, кто тут Меня не даром морить Вокруг Вокруг до околов Зовут Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Стаю я смело у руля Мальчики, куда это мы попали? Меня качает Ничего, Надя, не волнуйся Мы на корабле Который называется Вася, как он называется? Наверное, Стремительный Погоди Сейчас скажу Видишь, его название На спасательном круге написано Тво Приблизительный Приблизительный Странные названия Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Стаю я смело у руля К чему моряку Учиться считать? И так свой корабль Направляю я верно На море всегда Задачи решать Привык приблизительный Я и примерно Но это Право пустяки Веду корабль То там, то тут Меня не даром Моряки Вокруг да околов Зовут Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Стаю я смело у руля Ну что, Димка Доволен, что попал На такой корабль? Конечно Только почему у корабля Такое Странное название Приблизительный И фамилии капитана Вокруг да околов Дима Дима, а может быть Это потому, что ты Задачи решал Приблизительно Вокруг да около Да? И ты ведь ничего не имел Против того, чтобы Попасть на такой корабль Конечно Дима Скажи, пожалуйста Откуда и куда мы идем? Ну, наверное Из какого-нибудь Пункта А Или Б Посмотри, пожалуйста, на спасательный круг. Что там написано? Сейчас. Порт Бухта-Барахта. Бухта-Барахта. Вот тебе и пункт Б. Правильно. Держать курс точно на обум. Есть держать курс на обум. Слыхал? Вот тебе и пункт А. А-бум. Правильно. Да, но, Вась, постой. Абум-то ведь пишется через О. О-бум. Ну, Димка, какая разница, А или О? Важно, чтобы приблизительно было правильно. А-а-а! Значит, мы идём из Бухты-Барахты на обум. На обум. Хорошенькое плавание. Что ты говоришь, Вась? А-а-а, это я так, между прочим. А-а-а. А-а-а. Дима! Дима, у тебя нет лимона. Моему зайчику стало очень плохо. Он совершенно не выносит качки. А-а-а-а. А-а-а. 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 Бурун нос несёт на мель. По какому борту бурун? Приблизительно по правому. Нет, по левому. Нет, наверное, всё-таки по правому. Ну, всё. Опять на мели. Так что опять на мели. Правильно. Интересно, это та самая мель, на которой мы сели в конце прошлого года и остались на второй год? Та самая. Правильно. Команде отдыхать! Есть, капитан. Отдыхай. Боцман, сколько у нас не хватило горючего? Так что около десяти тонн. А этот расчёт был приблизительно правильный. Проверим. Предположим, корабль идёт из пункта А в пункт Б. Расстояние между ними... Так. Шесть и восемь сорок восемь. Восемь пишем. Шесть в уме. Ой, мальчики! У моего зайчика морская болезнь. Какая морская болезнь, когда мы на мели? И качка давно кончилась. Правда? Ой, а я и не заметила. Значит, он хочет кушать. Да, и мне что-то есть захотелось. Вася, эта дверь ведёт на камбус? На камбус, на камбус. Куда? На камбус. Это у нас на корабле так кухня называется. Ну, хорошо, пойдёмте на кухню. Мы открыли небольшую дверь, из которой вырвались на палубу клубы дыма и пара. Сквозь туманный чад мы разглядели какую-то фигуру в белом колпаке. Она суетилась у шипящей плиты, но, увидев нас, приветственно взмахнула поварёшкой. Заходите-ка сюда, И вот, ребята, ерунда. Не подсказывает сердце, сколько надо сыпать перцу. Что угодно, приготовить вам ошибка не беда. Ой, сколько всыпал перцу в суп! Ерунда! Вот в котлетке пипит вода, Мясо я кладу туда, И не надо знать неправо, Сколько класть туда приправы. Ведь ошибка, ведь ошибка, Ведь ошибка не беда. Вот это да! Дима! Дима, ты помнишь, как ты решал задачу о том, сколько надо положить в суп перцу? Ага! Ну, если на одну порту идём... Помню, помню, помню! И у тебя там была, кажется, ошибка, но ты сказал, что в таких случаях ошибка не беда. Ну да, помню! Димочка, а ты узнаёшь этот запах жарящейся лани? Густо посыпанный перцем? Узнаю, узнаю! Вась! Да? По-моему, здесь пахнет только одним перцем. Что ты, что ты, Димка? Давай попробуем настоящее корабельное блюдо. Прошу к столу. Вот суп а-ля тру-ля-ля с фриканельками. Отличный суп. Ну? Что? Да ешь, Димка! А, сейчас. Ну вот. Продвигаем тарелку. Так. И берём ложку. Что ты заговорил, как будто ты задачу решаешь смелее, смелее. Ну, сейчас, сейчас. Ну, 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 ну. Вась, ты посмотри, какой он густой. А, тут, наверное, варился добрый кусок настоящей лани, густо посыпанной перцем. Ну, что же ты, Димка, ну ешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Скажите, пожалуйста, а что у вас на второе? Может быть, я с него прямо и начну? На второе жареный осьминог с морской капустой. Вот это да! Да. Нет, я, пожалуй, съем, как его, этот, тру-ля-ля с фрикадельками. Ну, ты будешь, наконец, есть. А ты? Что я? Я за тобой. Ты ведь на этом корабле, как у тебя дома. А, ну, конечно. Ну, вот сейчас. Так. И берем ложку. И прямо вот. А! 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 Что с тобой, Дима? А! 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 Что ты? Вы, вы, пе-пе... Ах, вам пирожное? Не, вы переложили перцу в суп. А! 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 Ошибка не беда. А! Чи! Доктора! Доктора! Моему зайчику очень плохо. От тру-ля-ля с фрикадельками у него, наверное, заворот кишок. Это тоже не беда. На корабле приблизительный из моего камбуза всегда идут к доктору. Это рядом. Не считал я никогда. Счет, ребята, ерунда. Не подсказывает сердце, сколько надо сыпать перцу. Что угодно приготовит вам ошибка не беда. Мы выскочили на палубу. Во рту у меня нестерпимо жгло. Я бежал, высунув язык и тяжело дыша. Когда мы пробегали мимо капитанского мостика, на котором в задумчивой позе, приставив колбу указательный палец, стоял капитан вокруг да околов, до моего слуха донеслось. тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стою я смело у руля. Шесть и восемь, сорок восемь Восемь пишем Эй, Боцман, сколько у меня в уме? Так что шесть Продолжим Мы линулись в каюту доктора Доктор сидел за столом и что-то считал по пальцам Мне на этом пароходе нет покоя ни минуты Пациент один уходит, а другой стучит в каюту Да чего же поразительный пароход наш приблизительный И маршрут у нас не точен И не знаю даже где я И лечить я тоже очень приблизительно умею Да чего же поразительный пароход наш приблизительный Доктор! Впереди волна пушует, за кормой пушу я тоже Вам горчишь их пропишу я И, быть может, он поможет Да чего же поразительный Пароход наш приблизительный Доктор! Чем могу служить? Я... я... Понятно Вы были на камбузе? Да Дышите, пожалуйста Я и так дышу Тише, пожалуйста Я еле дышу Очень хорошо, очень хорошо Так, ну что же, диагноз примерно ясен Так, ну сейчас мы напишем вам приблизительный рецепт Так, пожалуйста, вот вам Этим вы натрете спину Вот вам доза аспирину Два кило к пирамидону И полтонны белодонны Что? Полтонны белодонны? Да-да Примерно три раза в день Можно и девять раз в день Принимать можно днем А можно и вечером Но лучше всего натощак Как? Натощак Конечно, не будет большой беды, если и после еды Полтонны белодонны? Да-да Лучше всего лежать Хотя можно и сидеть Ходить тоже можно Ясно? Ясно Димка, запоминай Лучше всего лежать Хотя можно и сидеть Ходить тоже можно Ясно? Скажите, доктор Откуда вы взяли такой замечательный рецепт? Вот, пожалуйста Вот мой рецептурный справочник Видите, вот здесь все написано Да Ну и здесь же написано 0,05 Что значит 0,05 Потому что после 0 стоит запятая Подумаешь Запятая Запятая Потом Какая разница 0,05 или 5,00? Действительно, Дима, какая разница? Я не понимаю эти вопросы Да Да Но ведь это же Ляпсус Как? Так вам известна и моя фамилия Да-да Не будь я доктор Ляпсус Если мои рецепты не помогают больным Впереди волна бушует За кормой бушует тоже Вам горчишник пропишу я И, быть может, он поможет Да чего же поразительный Пароход наш прибыли Зивы забыли рецепты Но мы выскочили на палубу Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Я знаю, я смело у ругля. Шесть и восемь, сорок восемь. Восемь пишем. Эй, Боцман, почему вы никак не можете запомнить, сколько у меня в уме? Так что было шесть. Ага, продолжим. Вася. Что? Знаешь что? Что? Не могу больше. Давай возьмем лодку или этот спасательный круг и уйдем отсюда куда-нибудь. Зачем, Дима, зачем? Ведь ты же сам хотел попасть. Хотел, хотел, не хочу я больше оставаться на этом корабле. Как бы отсюда выбраться? А что, во рту еще горит? Ну, просто не знаю, как тебе помочь. Просто не знаю, ума не приложу. Васенька, милый, ну, придумай что-нибудь. Может быть, нам сделать плод? А, Дима, почему тебе, собственно, не нравится этот замечательный корабль, Дима? О, и ты еще спрашиваешь. Из одного этого капитана, который неверно рассчитал, сколько надо взять горючего, мы намели... Пустяки, пустяки. Он ведь решал задачу так же, как и ты, вокруг да около. Потом корабельный повар неправильно определил, сколько перцу надо положить в суп. А что, горит во рту еще? У-у-у! Ну, ничего, Дима, терпи, терпи. В таких случаях ошибка не беда, ты же сам это говорил. А доктор, доктор, в десятичных дробях не так поставил запятую. Подумаешь запятую? Ты же помнишь сам... Вася! Ну, как ты можешь так говорить? А что? О, ведь в вашем морском деле главное что? Уметь командовать. Лево руля, право руля. Глупости! Глупости! Для того, чтобы командовать, надо хорошо знать арифметику. Ой, только бы выбраться отсюда, а там... Что там? Там! А там я буду заниматься. Ну? Да? Серьезно? Честное слово. Честное слово? Честное слово! И как только я произнес эти слова... Мы снова оказались в моей комнате. Всё было по-прежнему. На столе лежал учебник по арифметике и тетрадь. Надя сидела в углу и, раскрыв рот, ожидала, не расскажет ли Вася ещё что-нибудь. Но Вася сказал... Вот и всё. Повторим условия задачи. Вася, я теперь знаешь, как буду заниматься. Ну, ну, посмотрим, посмотрим. Вот увидишь, Вася. Итак, пароход шёл из пункта А в пункт Б. На этом заканчивается правдивая и поучительная история о необычайных приключениях Димки, его сестры Нади и верного друга Васи в открытом море. Говорят, что Димка подтянулся по арифметике, а в классе, где он учится, с тех пор поют такую песенку. Чтоб водить корабли, чтобы в небо взлететь, надо многое знать, надо многое уметь. И при этом, и при этом, вы заметьте-ка, очень важная наука арифметика. Почему корабли не садятся на мель, а по курсу идут сквозь туман и метель? Потому что, потому что, вы заметьте-ка, капитанам помогает арифметика. Чтоб врачом, моряком или лётчиком стать, надо прежде всего арифметику знать. И на свете нет профессии, вы заметьте-ка, где бы нам не пригодилась арифметика. Продолжение следует...